Друзья, привет! На канале «Россия-1» не вовремя включили камеру, и доверенное лицо кандидатов президента Харитонова выдал правду. Прежде чем начать выступать, хочу попинять несколько составителям тематики, какие-то заумные формулировки. У нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код. Какой культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют о этом определении? Культурный код России – это когда пенсионеры в стране получают по 15 тысяч рублей, а друг Путина Сечин – 60 тысяч рублей в час. Это когда дворец в Геленджике выглядит вот так, а школа в Красноярске – вот так. ТВК «Красноярск» заглянула в школу 78. Выходишь вот два шага просто в помещение столовой, и здесь прям не то, что холодно, а по-настоящему зябко. Давайте хоть пощупаем. Батареи-то греют. Так они вообще не греют. Они еле-еле тепленькие вот здесь по стояку. Щупаю-щупаю, возмущаюсь, что батарея холодная, только стояк теплый. А здесь, ну, в принципе, как бы было бы странно, если бы она была теплая. Здесь просто разрыв. Это истерический смех, вы не подумайте. Ну, просто как можно было вот так вот сделать и все оставить? Здесь просто батарея для декорации стоит. Очень хорошо, что вы сейчас в курточке находитесь. Что у вас с теплом в этом году? А вы что, не знаете, что мы в Сибири живем? А почему у вас, товарищ директор, в школе холодно? Не, ну, мы же в Сибири живем. У нас должно быть в школах холодно. Это вон в Европе, которая без российского газа там замерзает. Тепло на улицах. А у нас Сибирь. Это другое. Школа уже старая, достаточно. Подождите, есть закон, который регулирует температуру? Ну, есть. У вас в школе есть несоответствие этому закону? Вы, как директор, какие меры предприняли? Какое обращение написали в город? Какие суммы вам нужны для того, чтобы эту проблему решить? Как вы ей занимаетесь, если занимаетесь? Это на сегодняшний день не проблема. Она бывает периодически тогда, когда выстаивается школа. А какие проблемы могут быть у директора? Хотел бы крузак, как у депутата. А приходится на Киеспорт уж ездить. Но упорно копит на крузак, поэтому и батареи нет. Откуда я мог знать, что зимой будет мороз? Минус 14 градусов? Сейчас минус 14, у вас холодно. Так она выстоялась. У вас вон там батареи даже нет. Ну и что? Неужели нельзя батарею сюда установить? Конечно можно, но не сейчас. Эта проблема появилась только в этом году? Да она по-разному появляется. Когда как? Ну, когда зима, она появляется. Да, конечно. Когда лето, она не появляется. Естественно, вы сами ответили на этот вопрос. Школа просто выстоялась. Вот и холодно в ней. Дворец в Геленджике тоже просто выстоялся и заплеснивал. Вместо батарей – муляжи. Прямо как общая ситуация в стране. Муляжи и макеты имеются в полном наличии. Все государство построено на макетах и лозунгах. И это вот так, кстати, могла бы выглядеть журналистика в России, если бы страной управляли не озерские. А вот это уже реальная журналистика. По-путински. Марго рассказала, к чему нужно всей стране готовиться, пока она из телека вещает в наряде за полляма. Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Нужно немножко вот с утра каждый день вспоминать, что страна вообще-то воюет. И нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро. Я хочу еще в конце напомнить, что в блокадном Ленинграде, в 41-м, самом страшном году, когда вот эта вот норма хлеба, 125 граммов на служащих, там 250 на рабочих, смертельная норма. То есть перед такой нормой питания человек не может выжить, если он там как в течение какого-то времени так питается. Вот этот блокадный Ленинград дал фронту в это время, только в 41-м году. Сотни танков, сотни бронемашин, несколько десятков бронепоездов, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Вот эти люди, которые невероятным усилием воли, голодные и замерзшие, заставляли себя даже просто с кровати встать, они еще и умудрялись фронт снабжать этим всем. Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко как они, каждому на своем месте. Реклама. Марго, бедная, за два года изголодалась вместе с Тиграном. У Марго один макияж стоит 50, и маникюр еще 1030, если не больше. Это вот бюджетники ужиматься должны. А Марго ужиматься не готова. Ведь вся страна должна стать блокадным Ленинградом. И во что страну превратить могут, это мы уже поняли. Вот что именно хотят повторить. Хотели же повторить, вот повторяют. А вот теперь представьте на секундочку Сталина в итальянском пуховике Лора Пиано за полтора миллиона. Да и сама Марго в платье за полляма не похоже на героиню, а зори здесь тихие. Чем более нищая страна, тем больше у Марго работы по объяснению того, почему же страна нищая и почему она вместе с начальством должна жить богато. А вот это вообще разрыв. В России начали продавать Искандеры для самых маленьких патриотов. Друзья, перед вами ракетный комплекс Искандер. В комплекте идут мягкие ракеты. Можно их зарядить и выстрелить. Таким образом это работает. Есть световые эффекты, звуковые, колеса резиновые, кресла из эко-кожи, магнитофон, управляется с пульта и педали руля. Спереди, кстати, есть небольшой грузовой отсек вот под этой крышечкой. Может куда сложить пульт, зарядку и патроны. Дамочки и сэры, скупаете Искандеры. Также есть в комплекте мягкие ракеты, а еще пакеты, сало килограмм и антифриз 100 грамм. Ведь нужно с детства приучать, что можно приехать к своему другу и с помощью Искандера отобрать у него игрушки. Ну и раз мы уж начали со стихами, то ими и продолжим. Современная поэзия путинской России. Я не поверю никогда, что моя родина агрессор. Что из-за нас пришла беда. Со слов продажных СМИ и желтой прессы. Зачем вы лжете, господа? Россия захватила Украину? Быть этого не может никогда. Мы братья. Мы народ единый. Да, мальчонка прав. Россия не захватила Украину. Ну а дальше там вообще жесть, но есть и другой, в отличие от президента, альтернативный вариант. Я не поверю никогда в апарт-отель в Геленджике. Ведь Путин наш это звезда. Страну он жал в старой руке. Точнее, страну он жал в крепкой руке. Я не поверю ни за что, что миллиардами воруют. Кто говорит это? Ципсо. Продаливай страну родную. И вот лежу в окопе мокром. Окоп этот в земле чужой. Спасибо, Вова. Дед наш добрый. Ты нас не бросишь. Ты же свой. Пришло семье. Бабло и фотка. Купили гранту. Как хотел. Зато героем. А не водка. Зато лишь телек. Он смотрел. Семья освободителя радуется. Говорит, пока его не было, пополнение в семье прибыло. Радуется, но сам освободитель, как говорят, уже не вернется. Уехал с концами. Семейные дела на протяжении 15 лет брака она делила с любимым супругом, которого тоже зовут Александр. А потом началась специальная военная операция. 28 сентября глава семьи убыл в военную часть. В январе они прибыли на территорию специальной военной операции. Командир взвода, сержант Александр Смирнов отдал жизнь за родину. В возрасте 37 лет в сентябре прошлого года. 21 февраля на свет появился долгожданный сын. Подруги и коллеги характеризуют Александру как человека улыбку. Она стойко пережила горестные вести. Сегодня здесь родные, близкие, друзья, а также заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев. Александру называют женщина-улыбка. 15 лет с супругом были в браке, в 37 лет он уехал и с концами. Вместо родного мужа теперь чиновник приходит и поздравляет вместе с коллегой. Сколько внимания! Никогда столько от чиновников не было. Но, видимо, они не понимают, что это внимание, оно до поры до времени. Пока ветер с той стороны дует, а подует с другой, так их и след простынет и останется с семерыми по лавкам, зато с новой стиралкой. В Пермском крае покажут послание президента. Об этом написали многие российские СМИ. Кто будет посылать президента пока непонятно, но в соцсетях уже шутят, что все те, кто, сидя в зале, не сломает руки от аплодисментов, отправятся смотреть второй раз. Тем временем по стране начали преследовать радугу. Но не совсем радугу. Тот самый символ, и телевидение, и радио начали рассказывать, как правильно определять правильную радугу. Такой дурки еще не было. Ну, радуга, она, надо считать цвета, то есть, если человек сейчас пойдет с сумкой радужной, он же, в принципе, может загреметь в полицейский участок, а там потом разберутся, посчитав, сколько там у него цветов. Вот это очень важно для нашего общества, посчитать, сколько цветов в радуге. У нашего общества все в порядке. Осталось только научить, как правильно радугу считать. Вот если шесть цветов, то все, надо идти соседа своего сдавать ментам. А если семь цветов, то все хорошо, сосед нормальный. А вот если вдруг на небе радуга будет шестицветная, то придется по облакам со специальных пушек стрелять, иначе, а что это она? Вы с детства, как и я, помните эту считалку. Каждый охотник желает знать, где сидит фазад. Так? А в этой радуге нет глубого цвета. Там получается, каждый охотник желает знать, сидит фазад. Завсегдатой Госдумы Хинштейн, человек, который, сидя в своем кресле, получает миллионы, занимается крайне важными делами, считает радугу. Кстати говоря, если мы возьмем эту считалку и к флагу России, применим ее, то получится, сидит каждый. Ну и здесь в этих ситуациях есть определенная закономерность. Когда с экранов телевизоров спускают на страну все это бесо... Жители начинают сходить с ума еще больше. Жительница находки Людмила возмутилась окраской лестницы. Она говорит, неподалеку находится гимназия номер один классическая и один неравнодушный житель. Показал, что на самом деле все проблемы в находке решены и что осталось только вот эта лестница. Но при этом никого не возмущает вот этот путь в гимназию номер один классическая с автобусной остановки Рыбный порт и обратно. Никого не возмущают вот эти вот бетонные плиты, не возмущает вот эта вот огромная помойка, которая регулярно горит. Следующая серая лестница, тоже ничем не окрашенная, с вот такой вот огромной страшной помойкой рядом. Да что с нами не так, братцы? Почему вот это вызывает общественный резонанс и возмущение, а вон то, а вот это общественного резонанса и возмущения не вызывает. И вот это не вызывает общественного резонанса и возмущения. И вон тот асфальт, и вот этот люк. Жительницу находки Людмилу не возмутило вот все это, ее возмутила лестница, потому что о цветах радуги сказали по телеку. В детстве взрослые нам говорили, что если смотреть много телека, отупеешь. Что сказать, прошло время, они оказались правы. Ну а вот это видео следовало бы показать любителям посмотреть Симоньян и любителям ее вранья. Смотрите, какой она интересный выкатила пост. Ну вот и как мы могли их не бросить. И ссылочка на канал Russia Today. Пост гласит, слава богу, наконец-то, пока Украина. Жители, освобожденные в Дейвке, рассказали РТ, что очень долго ждали прихода армии РФ. Послушаем. Как выжил? О, это целая история. Обстрелы, это с 2014 года и по этот год. Ужас что творилось. мои соседи у подвала находились, а я на втором этаже все время. И я слушал по радио, я часто сначала радиоприемник, слушал передачу. Вот эти украинцы говорят всякую ложь и тому подобное. А вот Россия та действительно правду говорит. Оказывается, жители Авдеевки жаловались на обстрелы с 2014 года. То есть, все 8 лет, которые мы где-то были. Только вот в таком случае возникает один вопрос. Все эти 8 лет Авдеевка была под контролем ВСУ. И вопрос заключается в следующем. А кто ее бомбил-то все эти 8 лет эту Авдеевку? Ну и хорошие новости. В Челябинске открылся новый аттракцион. Аттракцион называется «Трактор перевозит людей в ковше через затопленную улицу». Кто в России живет, тому, а он и нам не нужен ваш Диснейленд. А я не прощаюсь.